День добрый. Прошу сюда. Именно с таких слов начинается любой урок в средней школе номер 9, у учащихся начальной школы, чьи родители выбрали классы с обучением на языке национального меньшинства. Здесь говорят, читают, пишут и даже думают на польском языке. Обучение в таком формате проводится до четвертого класса включительно. Дальше учебный процесс организован привычным образом. В соответствии со статьей 6 закона Республики Беларусь о национальных меньшинствах, в нашей школе открыты классы с обучением на языке национальных меньшинств, на польском языке обучения. В далеком 1991 году первый учащийся, значит, был открыт первый класс с польским языком обучения. И, соответственно, в этом году мы будем набирать 30-й класс. Обучение осуществляется на первой ступени, это первые, четвертые классы. В средней школе номер 9 в классах с польским языком обучения постигают новые знания 60 мальчишек и девчонок. Учебный процесс стараются строить так, чтобы дети не просто зубрили правила, а развивали свои лингвистические способности. И у них это получается. Я решила изучать польский язык, потому что он очень красиво звучит. И я люблю изучать языки. На польском языке мы поем польские песни. И польский язык сам по себе не очень сложный, но в нем очень много правил. Мне дается он легко, потому что с первого класса наша учительница, она нас учит, она учит нас разговаривать на польском, она нас учит разным правилам. Программа, по которой обучают детей, как и теоретический материал, учебники, рабочие тетради, утверждены Министерством образования Республики Беларусь. Работаем мы согласно планированию утвержденного Министерства образования. Вот по таким предметам, как польский язык, литература, у нас программа 2012 года. Министерство образования утвердило по остальным же предметам. Работаем по такой же программе, как и в обычных русскоязычных классах. То есть математика, программа точно такая же, как и в обычных классах, только преподавание идет на польском языке. Вот учебники мы тоже используем, утвержденные согласно Министерству образования. Учащиеся начальной школы, которые определены в классы с обучением на польском языке, в итоге выходят со знанием четырех языков русского, белорусского, английского и польского. Такой багаж знаний для ребенка точно не станет обузой. Ведь учащиеся полностью интегрированы в процесс обучения и воспитания, участвуют во всех школьных, городских, районных, конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях. Поэтому нельзя сказать, что они обучаются только на польском языке и знают только польский язык. Повышать качество образовательного процесса помогают и программы сотрудничества с учреждениями образования городов Белоподляска и Гайновка, Республики Польша.